31 декабря, друзья, 2020 года. 8 градусов тепла. Я не увидел причин, почему не поехать кататься. А по ходу этой просто прогулки хочу с вами вспомнить, каким был 2020 год, проводить его в конце концов и начать жить новый, который, я думаю, будет получше. Сегодня не будет никакого экшена, ничего такого, потому что Саня в Буковеле, все чем-то заняты, а я просто выбрал часик поехать прокатиться. И как бы я снимаю 31, а вам хочу это видео показать первого, поэтому пощадите меня, все будет очень просто. Я просто, знаете, о чем хотел поговорить? Этот год как-то у многих ассоциируется с вырванным из жизни. Большинство мнений, которые я читаю, что наконец-то он заканчивается, приходит 21, кто-то говорит, что он будет лучше, кто-то говорит, главное, чтобы не хуже, уже привыкли к тому, что происходит. Я же хочу зайти немножечко с другой стороны и порассуждать на тему, а был ли 2020 год настолько плохим? Не хочется, чтобы он запомнился как вырванный из жизни напрочь. И начну с плохого для тех, кто это видео смотрит, откопавший его откуда-то в 2050 году. У нас случилась пандемия коронавируса, ковид-19, и все мы с этим дружно жили в 2020 году по всему миру. То есть не только в Китае, где это все якобы началось, а совершенно везде. И пусть в начале 2020 года это казалось чем-то таким далеким, не нашей явно перспективой. К концу 2020 года я сам этой хренью переболел, слава богу, очень легко. Но некоторые мои друзья перенесли это тяжелее, некоторые вообще, я знаю, в реанимации лежали. Но я вам скажу, что это самое страшное, что с нами произошло. Ни утрата работы, ни недозаработанные деньги. Это все не идет ни в какое сравнение, конечно же, с жизнью и со здоровьем. Поэтому, если вы смотрите это видео, скорее всего, вам будет интересна его оставшаяся часть. Пока доехал сюда, полностью промок, как всегда, потому что крыльев нет, да и на этот велосипед не особо они становятся. Но Йохан подарил, кстати, мне на Новый год крылья и на свой прайс, скорее всего, я их повешу. А на титановые так точно. И я надеюсь, что в 2021 году со мной первое это случится титановый кастомный велосипед. И очень надеюсь, что с некоторыми сюрпризами, которые вам понравятся. Ну что ж, друзья, каким был 2020 год для меня? Ну и, наверное, для многих из вас, кто активно следит за моим каналом, кто переживает мои поездки, путешествия, различные приключения, покупки, продажи, радости, неудачи вместе. Несмотря на то, что в начале этого года я успел покататься по миру немножечко, мы с Анюткой съездили в Сан-Франциско. Это на самом деле было очень прикольно. И поездка в Соединенные Штаты была ее мечтой. Мы ее успели осуществить, потому что в дальнейшем очень долго мы не смогли бы это сделать. Хотя сейчас, в принципе, это уже опять возможно. Потом я побывал на Мальте. Мы, более того, попутешествовали с папой по Кипру. И это было наше первое совместное путешествие. Да, оно оборвалось на два дня раньше, чем мы планировали. Как раз таки из-за наступившей пандемии, которая все более и более становилась агрессивной. И нам пришлось поменять билеты и улететь оттуда. Но, тем не менее, те три или четыре дня, которые мы там покатались, они были нереально крутыми. Мы провели несколько ночей в палатках. Мы там проехали, наверное, самую сложную дистанцию за все время, которое я вообще катаюсь. В каждом путешествии, кстати, есть какой-то момент, когда, знаете, очень тяжело. И ты его потом вспоминаешь с каким-то благоговением. То есть, ты думаешь, блин, классно, вот это была сложность, которую мы преодолели. И чаще всего после такой сложности идет какой-то бонус. Я не знаю, как так жизнь устраивает. Если вы вспомните с Йоханом, когда-то мы в Норвегии ехали по ледяному дождю в 0 градусов по вершине горы, по хребту. И мы не знали уже после 11 вечера, где поставить палатки, потому что идет дождь, очень холодно. И наступает просто какой-то момент отчаяния, что даже там уже с белыми ночами темнеет, все мокро. А где ставить палатку, непонятно, потому что вокруг дороги одни болота. И что нам остается делать, кроме как ехать? И мы приняли решение ехать дальше. В итоге мы спустились с горы и нашли кемпинг, который на секундочку работал в Норвегии. После 11 часов вечера, чтобы мы могли там остановиться и мы сняли домик, это была победа. Если мы вспомним путешествие по Альпам с Андреем, у нас там тоже был такой момент, когда мы брали закрытую гору с ловидной опасностью. И это было очень долго, очень интересно, красиво. Непонятно было, нас словят, не словят. Но тем не менее, мы ее проехали, спустились. И там встретили не просто отель, а спортивный отель, где можно было нормально припарковать велосипеды. С сауной, друзья, с рестораном. И тоже это все поздно вечером работало удивительно. В Исландии со Славиком у нас был вообще шикарный тень, когда мы не остановились из-за очень высокой цены в одном месте. Поехали дальше. В итоге заехали в какую-то пустыню и до 2 часов ночи ехали к кемпингу нереально уставшими. Падали с камнями, с песками, без дорог вообще. В итоге приехали и на следующий день нас ожидали такие красоты, которых я до сих пор никогда больше в жизни не видел. И не факт, что увижу, хотя я уверен, что у нас многое с чего на этой планете посмотреть еще. И вот на Кипре мы полезли в гору, так как нас повела страва. И увидели красивые виды, но уже начался дождь, уже темнело. И спускаться нам пришлось просто по отвесной каменной скале, мокрой, скользкой. И честно говоря, мне было очень тяжело. Я удивлен, как мой папа тоже со мной вместе это все прошел. Мы по глине потом чистили велосипеды, потому что они не ехали просто уже у подножия этой горы. В итоге нам Вася помог арендовать апартаменты. Мы приехали и очень классно отдохнули потом целые сутки. Как раз таки Кипр и стал отправной точкой у нас локдауна. Потому что мы уехали как раз в тот день, когда закрывались границы. И некоторое время мы находились на карантине. Границы были закрыты. Но мы не расстраивались, потому что страна у нас очень большая. И мы начали путешествовать по ней. И друзья, я сразу хочу сказать, что этот год, несмотря на все его приключения, я не могу считать вырванным из жизни. Потому что я столько всего для себя открыл. Мы столько покатались по Украине и так классно проводили время, что я бы не хотел пережить его как-то по-другому. И если вы вспомните, какие у нас были поездки с Андрюхой Попойчей, мы поехали вокруг Кремичудского водохранилища. Вроде такой банальный маршрут. Но сколько мы интересного увидели и как хорошо мы провели время. Сколько видов и закатов мы сняли. Кроме этого велопутешествия мы проехали с Саней от Прилуг до Прилуг по большому кругу. Получили новые знакомства. Отдохнули в бане. И увидели нереально красивые места в Черниговской области. Кстати, в той же области мы немножечко повомжевали с Васей. Это была первая наша совместная вылазка на велосипедах с ночевкой. Это было конечно жестоко, но это было очень интересно и опыт конечно незабываемый. Также с Васей, его женой и еще друзьями мы поехали в Славское на небольшие сборы слэш отдых. Мы покатались по горам днем, а вечерами сидели возле костра, возле мангала. Качались на гамаках и собственно готовили выловленную форель и многое другое. Был шикарный отдых опять же в Украине. Это не считая того, сколько раз мы просто выбирались с велосипедами покататься по Киеву, вокруг окрестностей. Что-нибудь затестить, какую-нибудь еду, просто найти интересные места. Но также друзья, кроме велосипедов у нас было много автомобильных путешествий. К примеру, с Васей и с Аней, с Андреем мы делали вылазки на природу с ночевкой. Я ночевал в джимне, они в палатках. Мы катались на сапах, мы готовили, нагрели всякие блюда по типу рульки, готовили глинтвейны, готовили супы. Было просто очень-очень круто. И вы знаете, каждая из таких поездок, по впечатлениям, которые от нее остались, она сопоставима с каким-то велосипедным путешествием. Почему? Потому что хорошее место, хорошая атмосфера, классные друзья, классная еда. Есть что вспомнить, но не только однодневные такие вылазки мы делали на машине, с семьей мы поехали в Чернигов, причем были уже неоднократно и открыли для себя этот город, который вроде недалеко от Киева и тем лучше, потому что это для нас как небольшой курорт, куда можно съездить, всегда отдохнуть, просто сменить обстановку, потому что город оказался просто-таки шикарным и там есть что поделать на протяжении двух дней. Кроме этого, побывали в Одессе, не скажу, что мне очень понравился город, можете посмотреть отдельное видео по этому городу. Также есть несколько очень-очень классных путешествий, о которых я давно мечтал и в этом году мы их совершили. Первое, это, конечно же, посещение на автомобиле Чернобыльской зоны отчуждения, мы поехали туда с Саней, это действительно было моей мечтой и когда, как не в этом году, когда туристов очень мало, мы там смогли так спокойно поперемещаться на машине, столько всего увидеть. Спасибо, конечно, гиду, который нам столько всего показал и все те места, которые раньше были только где-то на слуху, которые я где-то видел у сталкеров, мы смогли не только увидеть, но и много узнать о них и я считаю, что мы сняли шикарный репортаж, в котором рассказали многим людям, которые там никогда не были. Но даже, которые там были, я уверен, что там могли почерпнуть для себя новое. Ну и, конечно же, восток Украины, куда мы поехали с Витей и я для себя открыл этот регион, он для меня стал неким разрывом шаблона. Я не знаю, почему так казалось, возможно, из-за недостатка информации, возможно, потому что просто не искали в достаточном количестве, достаточно усиленно, но те места оказались просто прекрасными, друзья. Туда стоит съездить, даже просто, как бы это ни звучало, отдохнуть. И если вы еще не видели эту серию видео, обязательно посмотрите. Такие города, как Славянск, Святогорск, Бахмут, Краматорск обязательно, Мариуполь и потом мы поехали еще дальше по побережью. Они просто обязательно к посещению, там очень и очень хорошо. Но, друзья, сколько мы новых знакомств завели. Вы просто посмотрите видео из Маринки про семью пастора, которые открыли там пекарню для того, чтобы помогать местному населению. Я крайне рад, что, во-первых, живу с такими людьми в одной стране. Во-вторых, что мы смогли рассказать про то, что они делают большему количеству людей. Ну и как маленькие ачивки, я думаю, вы все помните, что в этом году я поставил перед собой сначала цель проехать 300 километров за день на вот этом замечательном топ-стоуне. А потом подумал, что, блин, как-то очень все просто. И проехал 400, но не просто 400, а с достаточно неплохой средней скоростью, почти 28 километров в час. Для меня это было просто таким приключением, которое тогда казалось, блин, зачем я это делаю, это так скучно, это действительно было скучно. Но сейчас я очень рад, что я это проехал. И теперь уже не исключаю, что проеду еще раз такую дистанцию или даже больше. Я не хочу сейчас рассказывать про то, что у меня в жизни появилось, чего не стало. Этот канал в основном про приключения. И пусть иногда это приключение, можно сказать, просто по моей жизни. Но тем не менее, все-таки мы понимаем, что в основном мне нравится рассказывать про путешествия, про то, куда мы едем. И не важно, на чем или как, пешком, на автомобиле, на велосипеде. Мне просто нравится открывать новые локации. Нравится перемещать себя из привычной среды обитания куда-то в другое место. И отдыхать, исследовать. И я очень надеюсь, что вы тоже проживаете со мной эти моменты. Потому что многие об этом пишут, что как будто путешествуют со мной. А я каждый раз, когда достаю вот эту вот камеру, чувствую, что я каждому из вас лично показываю то, что я сейчас вижу. И то, куда смотрит, собственно, камера. Я хотел бы пожелать вам, несмотря ни на что, чтобы 2021 год не зависел от каких-то обстоятельств, на которые вы не можете повлиять. Экономическая ситуация, кризисы, пандемия, какие-то локдауны, карантины. Это то, на что вы можете повлиять или очень мало, или вообще не можете. Поэтому влияйте на свою жизнь так, как вы действительно можете это сделать. Поэтому, если все закрыто, возьмите велосипед и поедьте с палаткой просто отдыхать. Возьмите какой-то базовый набор экипировки, еды и поедьте отдохните. Если все не будет закрыто, а я думаю, что передвигаться все-таки можно будет, потому что вроде как все становится немного лучше. Поедьте путешествовать по своей стране, в разные города. Я практически уверен, что в каждом городе есть что посмотреть. И, возможно, вы заведете новые знакомства, по крайней мере, расширите свой кругозор и горизонты своих знаний. Поэтому, друзья, 2021 год будет ровно таким, каким вы его для себя сделаете. И если вы будете нацелены на то, что все плохо, то угадайте, что все, скорее всего, в вашей жизни будет плохо. И поэтому я очень хотел бы, чтобы каждый из вас не расстраивался, не отчаивался, а просто брал и путешествовал. Брал и создавал свою жизнь сам. И тогда 2021 год для вас будет очень запоминающимся и насыщенным. Я уверен, что в моей жизни он будет именно таким. И мы с вами проедем ни один город, ни одну область. И я очень хотел бы верить, что ни одну страну. Спасибо за то, что вы этот год были со мной, с моим каналом. За то, что вы поддерживали, комментировали, лайкали. Для меня лично это очень ценно, потому что, ну, кто как не вы и ваша поддержка, ваша реакция на мои видео является главным двигателем, чтобы я это все продолжал делать и снимать. Спасибо вам. С Новым годом вас. Не болейте. Всем пока. Спасибо.